Давай чуть-чуть о P2P. Что такое P2P, чтобы ты понимал? На самом деле это очень простой сервисный бизнес. Ты, я думаю, знаешь, шиномонтаж, например. Это сервис. Это сервис, когда приезжают люди с какой-то проблемой, эта проблема решается. Довольно клиенты уезжают, и все становится хорошо. Системное сетевое администрирование. Шиномонтаж нифига не знаю. А вот сетевое, сетевое. Вот это офигенность. Ты мне скажи, что с компом случилось, я тебе заодно болтики его разберу. Окей, окей, окей. Короче, есть целый пласт сервисов, да, то есть есть бизнесы, которые сами в себе, ну, то есть вот что-то не производят, да, не создают, но они создают именно ценность в том, что занимаются обслуживанием различных клиентов. И вот P2P, валидатор, это компания, которая обслуживает два вида очень разных, но очень интереснейших клиентов, которые можно найти на сегодняшний день. Первый пласт клиентов — это блокчейны. Вот ты представляешь, насколько круто и пафосно звучит, когда говоришь, что мой клиент — это целый блокчейн. Есть второй тип клиентов, они тоже там прекрасные, великолепные. Это достаточно крупные инвесторы, это держатели этих токенов, причем люди, которые по каким-то причинам держат эти токены на долгой дистанции, да, то есть они не заинтересованы. И что мы делаем для них? Для них мы даем дополнительную доходность на тот стейк, который у них есть, и причем вся эта магия происходит абсолютно бездоверительным путем. Слушай, у меня, ну, немножко такие консервные возникли. Например, блокчейн биткоина или блокчейн космоса, да, вот любимый блокчейн космоса Володи. Непонятно, как вы их делаете безопасно и там, я не знаю, аудировали, еще что-то, потому что эти блокчейны, ну, они сами по себе существуют, ну, грубо говоря, без вас тоже, без P2P. Вроде бы он работает, вроде бы безопасно, вроде бы пока что его никто не хакнул, но это круто. А второе, как ты еще выразился, вы их делаете более валидировыми, то есть меня, как, например, держателя битка, выясняется, я могу еще как-то на этом, на пустом месте, ну, заработать. Я просто там скачаю себе ноду битка, скажу, что я из P2P, и мне, там, я не знаю, консенсус биткоина или сам биток мне откуда-то, но внутри в коде, буду мне еще больше вас награждать. Там бедные майнеры стараются, асики устанавливают, а я, понимаете ли, избранный. Смотри, да, давай тогда зайдем еще чуть-чуть, копнем чуть-чуть глубже, да, чтобы ты понимал, что это означает. Есть различные алгоритмы консенсусов, на которых работают блокчейны, да, и есть различные алгоритмы выбора, правильности выбора блоков. Ну, то есть, не секрет, что каждый блокчейн будет существовать лишь в том случае, если кто-то будет брать сырые транзакции, запаковывать их в блоки и добавлять к блокчейну, да, ну, то есть, без этого ни один блокчейн не будет существовать в принципе, будь это, там, биткоин или, там, космос, либо, ну, вообще, все, что угодно, да, вот они все по-деполту такие. И это означает, что, ну, да, еще один важный фактор, что каждый из этих блокчейнов – это одноранговая система. Одноранговая означает, что это все равные, ну, там, у всех одинаковые возможности, привилегии и права. Вот нету главного и нету второстепенного, все равно. И каждый блокчейн мотивирует, там, людей, компаний, там, вот, кого угодно, да, для того, чтобы эти люди, компании брали блоки, транзакции, упаковывали в блоки и представляют блокчейну. Вот. И для этого существуют различные, ну, типа, там, популярные алгоритмы, вот, если мы говорим про, там, биткоин, то это proof-of-work, алгоритм, по которому происходит транжирование выбора предложенного блока, да. Давайте, возьми, чтобы они сразу были proof-of-stake. Вот смотри, да, мы же в P2P фокусируемся на блокчейнах, которые включают в алгоритм консенсуса proof-of-stake, да, то есть они работают по proof-of-stake алгоритмам договоренности. И это немножко другая система. Они решают одну и ту же задачу, одну и ту же, но делают это совершенно по-разному. Например, как добираться, там, не знаю, до штатов на корабле и на самолете, да, ты, конечный путь один и тот же, результат один и тот же, но маршруты и пути у тебя разные, и время, которое ты за это тратишь, разное. Вот. Поэтому концептуально это все очень похоже, в деталях это, ну, типа, радикально различается. Поэтому proof-of-stake, он, конечно, более экологически чистый алгоритм, и если мы обратим внимание на скорость производительных таких блокчейнов, то, конечно же, она очень высока. То есть сейчас в действительности есть proof-of-stake блокчейны, которые вполне серьезно конкурируют с процессинговыми системами Visa, MasterCard, да, по количеству транзакций в секунду, которая может пролетать. Это происходит прямо здесь, сейчас. Уже, то есть там не, это не гипотетически, мы можем посмотреть Solana, можем посмотреть Freethon, да, это блокчейны, которые производят, там, 50-60 тысяч транзакций в секунду. Visa, MasterCard обрабатывают около 40, ну, там, пик у них 60. Понимаешь, будущее уже наступило, и для этого всего лишь нужно, ну, как бы, смотри, камбэк proof-of-stake, для этого нужно всего лишь экономически заинтересовать участников одноранговой сети быть честными. И proof-of-stake – это ответ на вопрос. Это, на самом деле, это, знаешь, такое, типа, симбиоз покера и игры «Верю-не верю», когда каждый ходит по очереди и говорит, вот этот блок, я ставлю вот эти фишки на то, что я честен, я никого не обманул. Если это так, то там все получают вознаграждение и идут дальше. Если нет, то да, как бы нечестный участник сети будет наказан на тот стейк, который он предложил. Короче, вы занимаетесь привлечением стейка реального на какой-то определенный блокчейн, вот тут у вас и клиенты являются блокчейном, но клиенты для... Смотри, это тоже чуть-чуть не так, да, то есть, как бы, чем мы занимаемся, мы действительно создаем, работаем над функционером блокчейна, помогая блокчейну быть стабильным и надежным, с одной стороны. С другой стороны, мы даем вот доходность инвесторам за счет стейкинга. Ну, вот сейчас весь мир заточен на DeFi, им это кажется, что сейчас произойдет очередной бум блокчейн индустрии, ну, почему кажется, может быть, он и вправду произойдет, он уже почти происходит. Так что что-то похожее на DeFi инструмент, стейкинг на определенном блокчейне, ну, можно сказать, вы немножко так попадаете в трое. Я понимаю, что стейкинг – это не совсем DeFi инструмент, но все-таки можно его туда как-то соотнести. Смотри, как бы, если, как бы, лично я считаю, что стейкинг – это DeFi в том числе, по ряду причин. В первую очередь, стейкинг тебе дает доходность, гарантированную доходность в токенах, причем тебе гарантируют не какой-то узел, да, какой-то центр, тебе гарантируют сам протокол. Сама система тебе гарантирует, что эти проценты тебе придут. И, ну, это ключевая штука, которой может гордиться DeFi, да, то есть это протокольная вещь, которая работает без участия сторон. Нету никаких промежуточных… Вот, поэтому там смарт-контракты на эфире, либо стейкинг блокчейнов, по сути, тебе гарантируют какую-то доходность. Только, ну, как бы, а дальше под капотом мы уже копаемся, смотрим, да, откуда она берется, да, за счет чего появляется этот дополнительный, там, процент и в каком объеме. Но, как бы, стейкинг сейчас в среднем дает порядка 10% годовых в токенах того блокчейна, который у тебя есть. Если мы говорим про, ну, там, средние сети по капитализации, то, наверное, это, ну, может быть интересно для ранних инвесторов, да. Но если мы говорим, например, про тот же эфир, который вот-вот-вот станет proof-of-stake и начнет давать доходность держателям эфира, то там все становится гораздо интереснее, да. Да, и тот же интерес на токенах может быть достаточно большой. Слушай, подскажи, пожалуйста, есть у вас какой-то research, потому что главное для пользователя, ну, когда он имеет реальные деньги, да, будем считать, фиатные деньги, ликвидные деньги, то ему, для него важно поставить на дующуюся корову, так сказать, хорошую, ну, грубо говоря, выбрать из зоопарка блокчейна тот, который более-менее стабильен, reliable и который больше приносит. Как бы, смотри, как бизнес, как компания, мы, ну, внутри P2P, мы не отвечаем на вопрос, что тебе делать и куда инвестировать, потому что это не наша задача, да, ну, то есть это как P2P в целом, да, но у нас есть основатель компании, Константин, который является достаточно мощным, сильным визионером и инвестором, и большую часть блокчейна, в которые мы валидируем, проинвестировал Костя когда-то. А что мы валидируем? Я не понимал, как блокчейн можно валидировать, вы просто себе ставите ноду или становите майнер, ну, не знал, что, ну, что значит валидировать, я вот не врубаюсь в этот момент. Так, смотри, давай я тебе отвечу на этот вопрос, а потом на процесс валидации, да, как бы с точки зрения выбора этот, P2P косвенно является фильтром надежности блокчейнов сейчас, то есть ты можешь зайти, посмотреть, у нас есть критерии, по которым мы добавляем себе блокчейны, часть из них мы сами, ну, фаундер сам является инвестором, да, то есть как бы мы прошли какой-то путь для принятия этого решения, поэтому косвенно можно смотреть, но это не является поводом для инвестирования в эти блокчейны, да, ну, то есть, что такое валидация, вот вернемся к той моему долгому питчу, которую я тебе рассказывал, да, то есть у нас есть проблема, децентрализованная сеть, есть транзакции, которые нужно запихнуть в блоки, и вот если мы говорим Proof of Work блокчейны, ты сталкиваешься с понятием майнер, да, майнеры – это люди, компании, сущности, которые берут вот эти сырые транзакции, засовывают в блоки и добавляют в Proof of Work блокчейн, да, а валидация – это то же самое, валидировать, делать то же самое, только в Proof of Stake блокчейне, то есть это просто два слова-синонима, которые синонимы в плане, там, какой-то внутренней смысловой нагрузки прозвучат по-разному, да, есть еще блокчейн-афилированные слова, например, в Тезосе все говорят «бейкеры», да, в Polkadot номинаторы, но это все одно и то же, ну, типа, понимаешь, да, это просто какая-то своя внутренняя терминология. Я понял, ну, в общем, вы грамотно заводите людей в индустрию, показывая, что они могут быть важными персонами благодаря тем деньгам, которые приносят в плане валидаторов, вот, они являются сорешателями в определенном блокчейне, в данном смысле, к примеру, новый блокчейн, который выходит на Proof of Stake, может прийти к вам и сказать «друзья, вы являетесь, как бы, таким пулом, доступом, хабом к людям, которые готовы поставить на Proof of Stake свои деньги, и они могут стать валидаторами, пожалуйста, их найдите», и вы являетесь таким входом в мир людей, которые вы поставили. — Сергей, немножко не так. То есть мы все-таки не анбордим людей в новый блокчейн. Мы больше работаем, ну, то есть сделаем счастливыми те, кто уже принял инвестиционные решения и имеет токены от этого блокчейна. То есть мы не создаем рынок, мы работаем с существующими, там, клиентами, с существующими инвесторами. Кажется изначально, что это вполне логично, но нет. Ну, как бы, если мы создаем этот рынок, приводим людей, мы должны брать на себя обязательства, например, по тому, что это правильное ссорное решение, да, или про то, что, ну, типа, этот блокчейн там... — Ну, давай на примере, там, я купил, к примеру, космоса, там, тысячу каких-то монет. — Ну, смотри, если у тебя есть тысяча космоса, ты можешь пойти в P2P и получать 10% годовых. Вот через год у тебя будет 1100 атомов, и ты будешь, ну, классно себя чувствовать, да? — Сразу вопрос, за что? Ну, раз такая возможность есть, то есть я купил себе тысячу атомов, пока сижу, я могу прийти, стать валидатором с вашего помощью, а могу... — Ну, смотри, ты станешь делегатом, то есть ты делегируешь свои средства в P2P, да, ну, то есть ты будешь, получишь кусочек вознаграждения от создания блоков в этом... — А вот оно в чем, то есть я вам эти денежки отдам. — Важная, смотри, очень важная история, да, обратно же, к осылке, ты никому ничего не отдаешь, у тебя остается контроль, то есть ты являешься владельцем, собственником этих монет и вправе распоряжаться в любой момент времени, как ты захочешь. У нас нету возможности ни потратить, ни потрогать, вообще ничего сделать с этими деньгами. Ты передаешь право голоса этими монетками, а уже это право голоса мы используем для создания блока. Субтитры создавал DimaTorzok